Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прошлый раз мы затронули очень болезненную и очень страшную тему разрушения брака и семьи в современном обществе. И вот сегодня мы должны постараться задуматься, а откуда корни этой страшной беды, конца которой не видно. Более того, уже и бедой-то она перестает восприниматься все больше как норма современной жизни. Когда человек вправе определиться, не просто быть ему женатым, или выходить замуж, или не выходить, не жениться, а любая сфера, любой путь, про который даже и говорить порою стыдно, многим считается вполне естественным. Все начинается с детства. Ребенок, родившись, придя в этот мир, конечно, не может не искать и не чувствовать обостренно чистоты, любви, ласки, внимания со стороны старших. Он доверчиво смотрит на этот мир, он в каком-то особом ореоле, можно сказать, в лучах славы, видит своих родителей. Он не умеет, просто не умеет, природно не умеет осуждать, искать каких-то недостатков в старших, и особенно в своих родителях. Ребенок считает, естественно, считает своих родителей более мудрыми и более даже святыми. Вот эта готовность ребенка воспринять все, что дает ему окружающий мир, и особенно мир, который открывают ему родители, это тот закон, который Богом положен в основание человеческой, да вообще естества природного. И вот именно на этом уровне и начинается первичное искажение. Когда родители не могут в своей личной жизни представить ребенку пример любви, согласия, правильного распределения функций мужа и жены, потому что их самих никто не научил. Когда в присутствии детей используют нецензурную лексику, когда перед глазами их проходят непотребные картины с экрана телевизора, когда мать или отец позволяют себе не просто флирт, но и откровенные нечестивые поступки, не стыдясь детей, все это не просто травмирует детскую психику, но на глубинном, на ментальном уровне искажает ее. Уже замечено, что достаточно нескольких порнографических картинок, показанных ребенку в его каком-то самом раннем младенческо-отроческом периоде, когда он еще не может это осознать, но в то же время он глубоко и болезненно поражается тем, что он увидел, чтобы в считанные недели разрушились представления его о браке, о семье, восстановить которые нужны целые годы. Мы уж не говорим о том, что о ценностях брака и семьи, об истинности отцовства и материнства. Кто говорит современными детьми сейчас? Родители? Школа? Нет. Почти нигде мы не слышим этого правильного, в веках укорененного ответа на имеющиеся в душе ребенка вопросы. Ребенок как существо глубоко восприимчивое, нежное и готовое еще без критического осмысления воспринимать все, что предлагает ему окружающий мир, да еще и не находя правильного подхода со стороны родителей, он начинает воспроизводить те модели, те образцы поведенческие, которые его окружают. Когда у девочки в руках еще в двух-трехлетнем возрасте оказывается сексапильная кукла Барби, когда в самих мультиках, особенно диснеевских мультиках, мы видим уже образцы девочек, которые больше напоминают развратных девок, когда мы видим в этих же самых фильмах и мультфильмах осмеяние традиционных ролей отца или матери, более того, когда восхваляются в женщине некие мужские качества, как в небезызвестном фильме «Шрек», где женщина становится, девушка прекрасная, фактически становится людоедкой, и образец, что она делает это из любви к людоеду, ничего не меняет, а в одной из последующих серий она оказывается главой сообщества людоедов, которая борется не за страх, а насмерть борется с ведьмами и прочее, при том женщина там показана в совершенно непривлекательном виде, но при этом воспринимается это как нормальное, когда она жестоко избивает кого-то, сражается, то есть фактически подмены ролей происходят, вот это наматывается психологически, наматывается на беззащитный детский код. И все это приводит к тому, что к наступлению своего созревания ребенок психологически уже готов без зазрения совести совершать те вещи, которые в традиционных обществах были аморальны. Поэтому-то, если еще 30-40 лет тому назад вступление в брак в состоянии девства было, если не нормой, то общераспространенным явлением, то сейчас мы не найдем фактически ни одного примера, когда чистые юноша и девушка вступают в брак. В чем опасность этого самого главного момента добрачных половых отношений? Добрачные половые отношения лишают ребенка основы его психологической безопасности, целомудрия. Целомудрие – это не просто физическая чистота, это цельность ума и сердца. Когда целомудрие порушено, а легче всего его разрушить именно ранними половыми отношениями, ребенок становится беззащитным по отношению и ко всем другим вторжениям извне – психологическим, духовным, да и откровенно сатанинским атакам. И вот с разрушения целомудрия, с добрачных половых связей начинается то, что несчастный брак обеспечен почти на, если не на 100%, то на 80%. Потому что разделив раз и навсегда понятие любви и сексуальности, сексуализировав с другой стороны свою любовь в самом раннем возрасте, все знают, что искренняя юная любовь, она подчеркнута асексуально. Эрос и сексуальность, как говорил замечательный великий русский философ и богослов отец Василий Зинковский, в раннем возрасте не сочетаются, наоборот, любое примешение сексуальности в детскую и юношескую влюбленность воспринимается, как посягательство на святыню, как что-то нечистое. Это психологический код, барьер, Богом данный для того, чтобы ребенок сохранял чистоту. Так вот, когда он с помощью СМИ, с помощью современной массовой культуры сломлен, уничтожен, ребенок не может адекватно воспринять ценность брака и семьи. Он не сможет воспроизвести ту идеальную модель брака, которая описана в Евангелии, которая хранится человеческим кодом из глубины веков. Начинается то искажение, которое уже фактически не имеет своего выхода нормального, кроме как глубинного покаяния и перерождения в христианской и других религиозных традициях. Оно может привести только к появлению полубраков, искажений, измен, разводов, разрушений. И опять же, если и происходит воспроизводство детей, то с надломленной психикой. Но чаще всего и не происходит уже воспроизводство детей в полной мере. Современная статистика неумолимо свидетельствует, что только если в России для еще пока 50-55% женщин брак и рождение детей представляется, несомненно, одним из самых главных дел в их жизни, то для шведок или финок такой процент всего 5 или 10%. Ценность брака, ценность рождения ребенка в современном обществе настолько мала, что умещается иногда в арифметическую погрешность. Этот разговор мы продолжим в следующий раз. Храни всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok